добрый день всем готовлю сейчас обед не стала заморачиваться в очередной раз готовлю картошку с мясом скоро придет саша на обед еще хочу сделать соленые гренки и сладкие гренки к чаю ну и сегодня нужно будет съездить в магазин кое-какие продукты купить хочу попробовать сделать сырный суп потом вам покажу что у меня получится ну и конечно хочу еще сделать фаршированные перчики тоже покажу рецептик я пробовал знакомые мне очень понравился взяла рецепт и попробую сделать не фаршированные перцы с мясом а фаршированные перцы сыром кстати такие же продукты в магазинах они острые не острые разные ну в общем сегодня по этим магазин будем закупаться покажу какие продукты я беру для этого и сегодня завтра не знаю сегодня или завтра будем готовить потому как сегодня мне еще идти на джампинг и идти также на работу в общем посмотрим дел очень много сегодня нужно и постираться еще одно видео для вас записать так что посмотрим как будет со временем кстати по поводу стирки и по поводу таблеток вы меня спрашивали вот эти таблетки они обалденные мне не нравится нравится как моют они посуду вот так вот они выглядят изнутри я еще хочу попробовать конечно финиш взять но кто-то мне сказал что финиш намного хуже чем вот эти вот таблеточки но попробую по поводу стирки в этот раз я купила вот такой вот порошок честно сказать я не особо довольна и так вот он выглядит стоит этот порошок недорого но не знаю мне не особо понравился персил также мне не понравился это тоже не понравился ленор так себе самое больше мне понравился ариэль и не знаю следующий раз наверно буду покупать я ариэль напишите мне чем вы пользуетесь может быть вы мне что-то порекомендуете какие еще порошки вкусно пахнущие вот этот вот может быть он и стирает хорошо ничего так стирать ничего не могу сказать но запах вообще запах только когда ты вытаскиваешь с машинки но когда уже высыхает вещь запаха вообще никакого нет так что не особо я этим порошком довольна что делаю соленые гренки и потом буду делать еще сладкие гренки обалденный виноград прям очень вкусный кстати продается в кофлянде евро 76 за килограмм очень вкусный попробуйте те кто живут в германии опять все сборе сашенька скажи привет детки скажите привет привет все в костюмах спортивных даже и забылька привет ну я тоже без спортивного костюма но в спортивке но не костюм так как я потом поеду на тренировку сразу же у нас прохладно поэтому немножко наделись мы то дождь то ветер погода непонятная сейчас едем в русский магазин немножко закупимся потом нужно будет нам заехать в магазин напитков ермачок хочет в кофлянд он хочет себе купить очки плавательные да ермачок я себе куплю у меня есть деньги в кармане у него уже есть в кармане он себе 50 центов взялся да а если они будут стоить не 50 центов 1 евро ну да скидка наверное уже нету скидки посмотрим если там вообще это продается ну вот так что так что поедем сезон за сезон ты принцессу плавать плавать так ты не плаваешь ты вот именно что сидишь на берегу постоянно что на озере что в бассейне ну чуть-чуть ноги в воду ну чуть-чуть ноги в воду важно что попу в воду посадить и все и сидит ребенок а если она вот так будет сидеть и она будет летать ну как бы она летала значит она летала вот так что едем у нас кстати ремонтируют дорогу прям у нас несколько дней ездили по разрушенной дороге мы сейчас сделали хорошо да гладкая такая здоровская еще бы вокруг домов бы тоже сделали ну я не знаю там вроде как написано что парковаться запрещено может там тоже они будут было бы вообще здорово и вот тут обы сделали вот эту дорогу я боюсь вам из гора не бойся с горки мы быстро не едем и очень нас очень боюсь это самое такое Я боюсь Смотрите Машина стоит А там есть мама А там есть мама Мама А там есть А у тебя, Изабель Вот она красная На, у меня 1 евро Это не красная, а синий, у меня зеленый Ладно, вот этот Я не знаю, вон по одному езжу Вот этот, и вот этот Не могу, это не подходит У меня только одна 1 евро И все? Ну, вон какие-то пауки Я знаю Не знаю, фрукты какие-то А это вот этот, который сжимаешь Ну, я не знаю Я не знаю А где это стоит там? Там куколка Вол Ну? Я хочу куколка Вол Мама, куколка Вол Там нету куколок Вол, Изабель Где она выпала? Не знаю Вообще Выпала? Твою, не знаю Большой какой Такой большой Я не знаю Ты сжимаешь Все Пойдемте в магазин А можно это уже открыть? Яблоки Это зеленый А ты зеленый хочешь? Сейчас возьмем Несколько штук Сейчас будем брать квас Квас, квас, квас Даже не знаю Какую квасу взять Хлебный квас Данила Это что за квас у нас? Русский квас А вот Тарас Мне кто-то говорил Писал когда-то Что вкусный Вот этот квас Тарас Я его сейчас возьму В прошлый раз Его не было В общем Вот что мы взяли Садкую вату Садкую рыбу себе взял Немножко яблочек И вот такую вот фанту взяли Новая фанта какая-то Взяли на пробу И за это дали Почти 16 евро Цены конечно Оставляют делать лучше Дорого-дорого Вату только евро 29 Одна стоит Взял тележку Приехали в магазин Напитков Сейчас пойдем Посмотрим Какие-нибудь напитки Первый раз Кстати Очень много Разновидностей Цены Разного пива Разного пива Пиво, вода Там лимонада Наверное была Сейчас детям сок возьмем Вот Вот тоже смотри Минералка Что-то мы которые купила Мне не особо Она нравится Какая-то она не особо вкусная На 45 центов За бутылку 35 центов За бутылку 35 центов За бутылку 35 центов А я на бутылку Напомню Вся с гешмаком Странно Сейчас соки Посмотрим Что какое-нибудь Можешь взять Смотрите Нашли Стеклянную бутылочку 24 штуки Стоит 16.49 Одна штучка Стоит 80 центов Наверное Сейчас возьмем В голову Какая? Это не в стекле же А мне тоже в стекле Подожди 33 А та 0.5 Стоит 95 центов 0.5 Возьму Да, наверное Но она вот такая Вот она Смотри Ты меня слушаешь? Где? Вот Это другая Вот она Идет 16.49 24 штуки Давай вот такие Возьмем И вот такие Маленькие Такую покорочку Возьмем За 6 евро Так Вот мы купили За 6 евро Вот такую вот Упаковочку Сока Здесь Разный сок Получается А, Б, С Получается Здесь Апельсин Потом Морковка Потом Лимончик Плюс Натуральная Минеральная Вода Дальше Вот такой вот Тоже смесь Да Вот такой вот сок И вот такой вот Вот такой вот Коломикс Потом аистея Потом такая вот Такой вот сок Все, короче Разные Да Посмотрим Что-то Может Одно Понравится Вот так что Еду сейчас на тренировку И потом уже вечером Кое-что Я вам расскажу Что-то у меня настроения Даже на тренировку Нет Но Тренироваться Надо Поеду Хоть немножко Себя развлеку Тренировочкой Настроение Все упало Ну все Приехала я домой С тренировки Фу Такая тренировка была Классная Вообще Другая Сегодня мы на джампинге Прыгали вместе С гантелями В каждой руке Два килограмма Много приседали Много упражнений Делали на пресс Короче Было Тяжело И круто Не знаю У меня руки до сих пор болят Подниму я завтра Или не подниму Руки вверх Я не знаю Немножко конечно Поднялось настроение Но все равно Я думаю Про то Приехали мы домой Быстро Вкратце вам расскажу Приехали мы домой И получили письмо С нашей фирмы Где мы снимаем квартиру Что В следующем месяце Нам нужно заплатить Полторы тысячи евро За кауцион Если конечно Это будет сложно Для нас делать То по 500 евро Мы должны платить Три месяца Так как Мы же уходим Из джоп-центра Значит кауцион Мы должны платить Сами Вот Дело в том Что Когда мы Сюда Вы помните Да Старое видео Когда мы не могли 5 Ой 5 15 дней Мы не могли Заехать В квартиру Из-за того Что джоп-центр Не платил кауцион За нас Оказывается Джоп-центр Даже не платил За нас кауцион Он просто дал Бумагу Нашей фирме Что Если мы будем Состоять на джоп-центре И Если когда мы будем Выезжать с квартиры Будут какие-то проблемы То джоп-центр погасит Все расходы Ну то есть Мы там Обдерем обои Да там Я не знаю Ну обдерем обои Нет наверное Может быть там Что-то короче Сделаем Там может быть С окнами С дверьми Либо же С полом Да Что-то мы сделаем Тогда джоп-центр Будет за нас платить Но так как мы Уходим с джоп-центра Нам нужно будет Оплатить самостоятельно Эти деньги В принципе Оплачение кауциона У нас не ходит В планы В данный момент Но Так как мы должны Оплатить Ну конечно Мы будем Оплачивать по частям Потому как Полностью Мы оплатить Не сможем И С фон Гельда И киндер-тушлага В данный момент Ни ответа Ни привета Я не знаю Как мы будем жить Я думаю Что Скорее всего Придется Поехать И Взять В Мюллери Рюкзак Для Клима Наверное Придется Вернуться Пересмотреть Рюкзаки Или этот Взять Опять же Или Может Что-то Подешевле Купить Не знаю Вот Для Ермака Кстати Рюкзак Нам не нужно Покупать Уже У меня Подписчица Вышлет нам Рюкзак Спасибочки Тебе большое Как придет Я Вам его покажу Классный Рюкзак Вот Будем носить Его Сколько Он проносит Столько И Потом Уже будем Короче Смотреть Новый Рюкзак Ну Я думаю На год Два Его должно Хватить Рюкзачок Прикольный Такой Я Ермочку Показывала Ермочку Как Начинать Начинать Вести Себя Пессимистически Да Впадать В панику Ни к чему Хорошему Это не приведет Вот Так что Такие вот дела Пойду сейчас Домой Попью Наверное Чаек Не знаю Вообще Надо бы В магазин Ехать Не знаю Сейчас Схожу домой Может поеду В магазин И потом Уже оттуда На работу Потому что Нужно купить Молоко Мы сегодня Ездили в магазин Ну так быстро Ни молоко Не купил Молока Дома нет Яиц Дома нет Масла Дома нет Не знаю Или завтра С утра Поехать Не знаю Как быть Не знаю Сейчас короче На семейном совете Решим Ехать в магазин Сейчас Или съездить Рано утром Все купить Все что нужно Может свежий хлеб Свежие булочки На завтрак В общем Такие вот дела Так что Всем Хороших выходных Завтра начинаются У нас выходные Всем хорошо провести Выходные И увидимся С вами В следующих видео Всем Пока Пока